Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дом. И сегодня речь пойдет о научно-популярной и познавательной литературе для детей. Я бы задал очень широкие возрастные рамки аудитории этих книг. Потому что, в принципе, от младшего до школьного возраста и до среднего школьного возраста эти книги могут быть полезны. В зависимости от глубины познания ребенка в сфере живой природы, биологии, в сфере строения человеческого тела и вообще всего живого на планете. Я с удовольствием рассказывал о книге «Живой дом» Юрия Нечапаренко. Я с удовольствием рассказывал о книге про вирусы его же соавтором. Мне эта тема интересна. Наше устройство базируется на фундаменте микроскопических, открытых только буквально несколько десятилетий назад. Открытая микроскопическая жизнь была давно, уже не одно столетие этому открытию. Но понимаете, только 20 век с исследованиями внутреннего строения клетки, с появлением электронного микроскопа в первой половине столетия, с открытием генетической структуры нашего с вами кода, нашей наследственности. Только 20 век по-настоящему объяснил многое из происходящего в организме. И как многое в популярной литературе для детей, сейчас каждая книга на эту тему требует подробнейшей консультации у специалистов. Здесь вы можете увидеть на обложке и приключений Тима в мире бактерий, помимо фамилий автора, Маша Косовская, Ава Тяхт, Дима Алексеев, Саша Тяхт. Значит, Юлия Бережна еще присоединилась во второй книге к авторам. Еще и подзаголовок. Создано под руководством ученых биоинформатиков. Вы знаете, это не какой-то гибрид двух хорошо известных нам слов. Да, биология и информатика, школьные предметы. Что это они соединились? Дело в том, что биоинформатика уже выделяется в отдельную сферу знания, где исследуется именно то, как проходят процессы внутри микроорганизмов. Всевозможные вот эти вот биоты, как ее называют. Там у нас и бактерии, и плесень, и простейшие, и клеточки нашего с вами многоклеточного, как вы понимаете, организма. И что все это значит с точки зрения информации, которая передается из поколения в поколение при размножении клеток, и которая в сущности и образует всю сферу живого, всю биосферу на нашей планете. От этих общих тем, которые ребенку, конечно, тоже интересны, но они бескрайние, поэтому их не охватить, авторы идут к конкретным, очень важным аспектам. Вот прямо это узконаправленный луч, который освещает во тьме незнания какой-то отдельный сектор выбранный. Приключение Тима в мире бактерий – это не просто необъятный мир микроорганизмов. Это конкретная история о том, как заболела мама, о том, как появилась необходимость понять, что с ней происходит и насколько это важно, о том, чем занимается папа на работе, что у него в лаборатории происходит. Ну, понятно, что профессия папы, конечно, не случайна. И здесь рассказано, кстати, об очень многих вещах, о которых обычная популярная литература о строении человеческого организма умалчивает. О том, например, как именно исследуется строение клетки, о том, что такое лабораторный реактор, какие будут реактивы, что происходит внутри клетки, а там происходит очень много всевозможного интересного. Книга, как вы видите, богатейшим образом иллюстрирована. Здесь каждый кусочек, каждый кубик материала довольно-таки сложного. Прямо скажем, вот не совсем чтение для дошкольника, потому что здесь надо концептуально понять многое из происходящего. Без этого, ну, просто весь разговор будет немножко бессмысленным. Помните, как у Нечапаренко там всё время проводились аналогии. Внутри клетки существуют и администраторы, и полицейские, и, значит, другие. Мы как-то должны вот это всё образно ребёнку рассказать. Вот здесь тоже очень много приводится образной информации. Очень много объясняется вещей, с которыми ребёнок потом познакомится на уроках биологии. Это уже не природоведение, это уже биология. От, как я уже упоминал, электронного микроскопа до чашки Петри. От всевозможных химических реакций и произведений до того, как готовятся препараты для рассматривания под микроскопом. Здесь через призму конкретного знания о том, как работает организм на клеточном уровне, да, и как происходят инфекционные заболевания в частности. Здесь у нас показано очень-очень много всего, касающегося в сфере знания живой жизни. От идеи эволюции до идеи энергообмена во всём живом на планете. От строения бактерий, вирусов и клеток многоклеточного организма до роли внутренних элементов в их структуре. Потому что там всё очень сложно. Не объяснив, что такое ДНК, РНК, что такое клеточное ядро и какова его роль, откуда в клетке энергия электричества, да, и как она берётся, что такое митохондрия и что такое хлорелы, как это всё взаимодействует, какие есть гипотезы возникновения, да. Конечно, всё это проиллюстрировано для детей, да. То есть, если речь идёт, например, о гипотезе первичного бульона, да, то там у нас мама с поварёшечкой стоит у плиты, и на этой плите в кастрюльке закипает жизнь. В общем, нам, конечно, хотелось бы верить, что жизнь зарождается именно так, да, на кухне, значит, с улыбкой, да, с вкусными ароматами, да. Но мы точности не знаем. Поэтому приводится не одна гипотеза о зарождении клеточной жизни, да, а большее количество. Это очень важно, потому что вот когда есть необходимость в упрощении сложнейшего материала, всегда возникает соблазн упростить его до последней степени, чтобы ребёнок получил ответ на все вопросы, в том числе на те, на которые учёные ещё не отвечают. И у нас тогда возникает некоторая условность такая, да, вот мы не можем на самом деле делать. Здесь очень-очень много касающегося работы организма в целом, и того, как действуют различные клетки нашего организма. А продолжается эта тема в другой книге, своеобразной диалоге, «Приключения Тима в поисках потерянного аппетита». У нас здесь квазидетектив, то есть у нас случилось преступление, да, пропал аппетит, кто похититель, что случилось, как теперь жить дальше. И книга как раз, не пугайтесь, пожалуйста, термина нутрициологов. Они занимаются не нутриями, такие крыски, да, они, это диетологи. Это люди, которые занимаются биохимией питания нашего. С вами и, в общем, эта книга развенчивает естественным образом очень много мифов. Мифов о том, что можно, например, взять, поголодать несколько недель, да, и, значит, обрести великолепную форму, как это называется. Шерсть воснится, рога завиваются, да. Ой, что-то я не то говорю. Значит, ну, конечно, это не так. И, в общем, правильное питание – это немножко более сложная штука, чем современные, как раз вот называющие себя диетологами, маркетологи, которые хотят продать вам очередные БАДы, или уникальный рецепт гениальной диеты, которая сразу перевернёт вашу жизнь. Значит, это гораздо сложнее. Обратите внимание, вот перед нами нарисован гипоталамус. Вы пытались ребёнку когда-нибудь объяснить, что это, или нарисовать на листочке бумаги? Ну, если пытались, то вам медаль просто за героизм, потому что я не понимаю. Вот это вот прекрасное существо, да, вот с таким завитым хвостом, покрытым чешуёй, потому что нам он достался в наследство от наших предков, ещё начиная от рыб, которые плавали в древнем доисторическом океане, да, вот, и с мордочкой бегемота. Это гипоталамус, да. Поиски таких образов, таких удачных находок для визуализации довольно сложных идей и предметов, да, при популяризации знания – это довольно сложная штука, и в данном случае художнику, конечно, 5 баллов. Вот. А знакомство с доктором Метаболиссио, вот. Ну, короче говоря, это метаболизм. Это биохимия энергетического баланса нашего организма. Это белки, жиры и углеводы. Их отличия друг от друга, их роль в питании, их роль в развитии и взаимодействии с другими веществами в нашем организме, да, их опасность, да, значит, их излишка, да. Это витамины, опять же, опасность их недостатка, опасность их излишка, да, вот. Это польза, которую приносит сбалансированное питание. Это различные бактерии, которые живут с нами с незапамятных времён в симбиозе, да, которые есть, собственно, часть нашей пищеварительной системы, часть нашего обмена энергией веществом с окружающим миром, да, который не прекращается ни на секунду. И, конечно, это всё подано очень просто, очень ясно, извожно для детей. Некоторые отдельные страницы вызывали у меня вопросы, но я-то взрослый, я могу всегда погуглить, да. Эти книжки служат прекрасными ступеньками к другой, более глубокой и более сложной литературе. Без этих ступенек непосредственно вот приступить к этим энциклопедиям, да, например, школьной энциклопедии по биологии, я помню, я заглядывал, мне довольно становилось сложно читать, потому что я подзабыл школьный курс химии, а там сразу прям вот прям юный биолог должен быть у нас довольно-таки подкован, да. Вот к таким более сложным книгам эти два прекрасных издания являются переходным этапом, что, собственно, и входит в роли, задачи, в цели и задачи познавательной, потому что популярная литература для детей. Написано с юмором, написано оригинально, изобретательно и рассказывает о важнейших вещах. Это часть научного знания, которым должен обладать любой современный культурный человек. Спасибо за внимание.